Можно ли охарактеризовать эту победу как триллер? Да, в первой половине у нас не получалось много вещей в защите. В перерыве тренер указал нам на ошибки. Вышли во второй половине и сыграли намного лучше и привели игру к победе. Помните, когда в последний раз все так удачно складывалось для вас на паркете? Да, всегда все удачно складывается, когда играем от защиты. Последняя игра, наверное, самая удачная, которую можно вспомнить, это финал Кубка России. Тогда тоже была достаточно результивная игра в моем исполнении. А так стараюсь не обращать внимания на очки, работая от защиты, если есть возможность атаковать, атакуем. Если нет, ничего страшного, играем на партнеров. Сегодня «Зенит» совершил шесть блокшотов в течение матча. И одним из самых эффектных моментов, как раз стал ваш блокшот на Артема Клименко, выходит, соперник не был готов к этому? У меня до сих пор обида на Артема Клименко, что он не отдал мне 12 номер в прошлом году. Поэтому это ему за это, за то, что он не отдал мне номер. Поэтому путь будет осторожен в следующий раз, когда заходит в краску. Согласно тренерской установке, какая роль отводилась вам сегодня? То есть при первой же возможности стрелять из-за дуги? Нет, такой установки не было. От защиты играть, если будет возможность, бить, не думать. Поэтому я бил и не думал. И все получилось. У «Зенита» вторая сотня на старте сезона. И в чем ваш секрет? Не знаю, не знаю, но очень надеюсь, что так и будем продолжать играть результативно, радовать болельщиков большим количеством очков. Надеюсь, так и продолжим. Чави Пускуаль провел свой 250-й матч за «Зенит». И как поздравите наставника? Не знаю, это ресторан, наверное, от тренера должен быть какой-то интересный. Будем ждать проставы от тренера. И, может быть, хотели бы обратиться к первышким болельщикам, которые так поддерживали сегодня нас громко. Да, конечно, болельщики «Зенита», спасибо, что вы всегда с нами, вас всегда слышно, видно. И благодаря вам мы одерживаем такие крупные победы. Благодаря вашей поддержке мы не падаем вниз. И идем вперед вместе с вами. Поэтому вперед, «Зенит». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!